Вирус иммунодефицита человека Вирус иммунодефицита человека был открыт в 1983 году в двух независимых лабораториях. Одна лаборатория была во Франции и была под руководством Люка Монтене. Вторая лаборатория — это Институт рака в США под руководством Роберта Гало. Именно с этого времени мы можем начинать отсчет ВИЧ-инфекции, которая появилась в мире. Впервые ВИЧ-инфекция была зарегистрирована у гомосексуалистов. Стали замечать, что гомосексуалисты болеют нетипичной пневмоцистной пневмонией, и которые приводили к летальным исходам. ВИЧ-инфекция передается тремя путями, которые сейчас существуют, и они уже давно доказаны. Первый путь передачи — это через кровь. То есть это путь передачи, когда можно заразиться, например, шприцевые наркоманы, использующие один шприц. Это путь передачи, когда можно, например, заразиться, используя в салонах, где делают тату. То есть такой путь передачи. Второй путь передачи, который сейчас более превалирует, — это половой путь передачи. И третий путь передачи — это от беременной матери своему плоду. Симптомы ВИЧ-инфекции могут проявляться по-разному. Каждый человек индивидуален. У некоторых пациентов это может занимать по времени 2-3 года, у некоторых пациентов 5-7 лет. Тут в зависимости от того, насколько сильна иммунная система у каждого пациента. Для того, чтобы определить ВИЧ-инфекцию, необходимо пройти тест на ВИЧ. Тест на ВИЧ делается сейчас не ранее, чем через 3 месяца после того, как пациент заподозрит у себя. То есть либо это половой контакт без презерватива, либо это какие-либо манипуляции, связанные с тем, что я уже говорил, как бы это тату разновидности, то есть манипуляции, связанные с кровью. Желательно проходить тест на ВИЧ не ранее, чем через 90 дней. Тогда впервые можно уже обнаружить антитела благодаря тест-системам. Можно ли ставиться вопрос вылечить ВИЧ? Нет, к сожалению, ВИЧ-инфекцию вылечить нельзя, потому что препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет. Есть препараты, которые блокируют распространение ВИЧ-инфекции в крови. То есть ученые всего мира работают окончательно над созданием либо препарата, либо вакцины от ВИЧ-инфекции. Поэтому на данном этапе ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое переходит в хроническую форму. То есть это возможность поддерживать организм на определенном уровне благодаря определенным ретровирусным препаратам. Продолжение следует...